здравствуйте дорогие ребята я рада приветствовать вас на уроке географии сегодня на уроке мы с вами рассмотрим тему подземные воды кыргызстана а также узнаем какую роль играют воды в жизни человека подземные воды хотя и скрыты от глаз но роль их велика как в природе так и в жизни человека эти воды пробиваются на дне рек холодными ключами выходят на поверхность ледяными родниками добываемые и скважин или колодцев эти воды используются для бытовых нужд полива полей подземные воды имеют разное происхождение одни из них образовались в результате проникновения талых и дождевых вод до первого водоупорного горизонта другие занимают более глубокие полости в земле подземные воды на территории кыргызстана по характеру структурно-геологического строения и глубине залегания подразделяются на три основные группы самые глубоко залегающие воды распространены в трещинах пустотах отверстиях кристаллических пород палеозойского и протерозойского возраста в их распространении нет определенной закономерности они расположены там где больше пустот и трещин в горных породах воды второго среднего этажа располагаются в отложениях мезозой кайнозойского времени преимущественно из продуктов разрушения неоген нижнечетвертичного времени в этих породах имеются трещины пустоты наряду с этим распространены водонепроницаемые слабо проницаемой породы такие как глины мергели глинисто-мергелистые породы к водоносным горизонтом относятся конгломераты песчаники известняки пески среди таких горных пород преимущественно распространены межпластовые воды воды самого верхнего третьего этажа находятся на рыхлых породах четвертичного времени водопроницаемость этих пород высокая и пора в них обильны связи с этим водоносные слои верхней части земной поверхности мощные и многоводные на территории кыргызстана наблюдаются две гидрогеологические структуры гидрогеологические массивы и артезиамские бассейны гидрогеологические массивы характерны для горных хребтов образовавшихся в результате поднятия смятых складки кристаллических горных пород нижнего этажа артезиамский бассейн скопление подземных вод содержащий напорные пластовые воды артезиамские бассейны соответствуют межгорным вогнутым складкам на территории кыргызстана около 50 артезиамских бассейнов из них около 30 крупные воды выходящий из гидрогеологических массивов виде родников широко используются в обеспечении сельского населения питьевой водой более 65 процентов площади территории кыргызстана занимают гидрогеологические массивы пространстве они повторяют горный геоморфологические комплексы территория кыргызстана подразделяется на 6 гидрогеологических регионов чуталасский и ссыкульский сарыджас аксайский нарынский ферганский и алайский первые пять регионов относятся к тяньшанской гидрогеологической области а шестой алайский входят в помирскую гидрогеологическую область чуталасский гидрогеологический регион совпадает с северо-тяньшанской физико-географической областью в этот регион входят средняя часть бассейна реки талас от подножий гор до центральной части долин выделяется 4 зоны различающиеся по режиму подземных вод окраины предгорные части чуйского и таласского артезиамских бассейнов относятся к зоне питания подземных вод с глубиной подземные воды постепенно уменьшаются от 100 метров и вниз по течению приближаются к земной поверхности а затем переходят во вторую зону выхода родников в виде минеральной воды карасу что увеличивают долю расхода на испарение в третьей транзитной зоне верхний уровень подземных вод постепенно понижается и прекращается их выход на земную поверхность четвертой зоне с большим естественным дренажом наблюдаются обильные выходы грунтовых вод на днища долин которые местами образуют болото и солончаковые площади подавляющее большинство подземных вод широко используются в народном хозяйстве особенно при обеспечении питьевой водой и сыкульский гидро геологический регион соответствует одноименному геоморфологическому региону и полностью охватывает гидро графическую сеть иссыкуля в этот регион входят гидро геологические массивы кунгей аллато и терскей аллато и иссыкульский артезианский бассейн внутренние антиклинальные поднятия выражены в рельефе восточной части котловины нарушают сплошное залегание подземных вод в гидро геологических массивах кунгей и терскей аллато распространены трещинные воды из артезианских бассейнов выходы подземных вод на земную поверхность отсутствуют в основном они впадают в озеро и расходуются на испарение нарынский гидро геологический регион охватывает большую часть внутреннего теншаня включая бассейн реки нарын до плотины тактогульской гэс и верховая реки чу он состоит из нескольких гидро геологических массивов и внутренних артезианских бассейнов основная особенность нарынского гидро геологического региона отсутствие условий для накопления подземных вод в большом объеме только в качкорской долине воды накапливаются в небольшом объеме чистые воды верхнего этажа используются для обеспечения населенных пунктов сары час аксайский гидро геологический регион занимает полностью центрально-теншанский физико-географический регион и юго-западную часть внутреннего теншаня территория региона полностью располагается на самых высоких приподнятых частях Таримского бассейна где распространены многолетние мерзлоты ввиду достаточных объемов проточных вод подземные воды практически не используются Ферганский гидро геологический регион расположен на юге Кыргызстана он занимает относящиеся к Кыргызстану части Чаткал-Ферганской и Алай-Туркестанской горных систем и Ферганской долины регионы в гидрогеологическом отношении подразделяются еще на три подрегиона Чаткал-Фергана, Алай-Туркестан и Ош-Джалабад Среди этих подрегионов в распространении подземных вод большое значение имеет Ош-Джалабадский подрегион он занимает восточную часть крупного ферганского артезианского бассейна Подземные воды широко используются в обеспечении водой городов и сел, а также для полива Кроме них здесь расположены артезианские бассейны сороковых широт Зоны расхода воды на испарение и просачивание воды в Ферганском регионе расположены на территории Узбекистана и Таджикистана Алайский гидрогеологический регион занимает бассейны западной и восточной Кызылсу В основном расположен в пределах Алайской долины На этой территории расположен Алайский артезианский бассейн и гидрогеологический массив в пределах Алайского хребта Выходы подземных вод на земную поверхность наблюдаются вне пределов республики в долине Кызылсу, относящейся к Таджикистану Подземные воды, формирующиеся на территории Кыргызстана, тесно связаны с наземными проточными водами Они являются одним из источников питания рек А в зимние месяцы, когда уменьшаются другие источники питания, они становятся основными Еще один ценный вид подземных вод – это минеральные и термальные воды На территории Кыргызстана открыто и зарегистрировано свыше 100 источников термальных и минеральных вод Значительная их часть используется на курортах в лечебных целях Какая-то часть в бутылочном разливе поступает в торговую сеть Большинство термальных и минеральных вод издавна известны как естественные источники Но ряд источников получены искусственным путем бурения По химическому составу и температуре они подразделяются на следующие типы Угли кислые, сероводородные, йодобромистые, соленые рассолы Самые широко распространенные термальные воды – азотистые Расположены в зонах глубинных разломов Температура их колеблется от плюс 20 градусов Цельсия до плюс 42 градусов Цельсия Источники горячих и теплых вод найдены с помощью бурения В Ферганском, Чуйском и Сыкульском артезианских бассейнах Джалабад, Джиргалан, Балыхчи, Сулюкта и многие другие Минерализация вод не превышает 2 промиль Некоторые воды – радуновые Естественные выходы минеральных вод встречаются в Тирскей Аллатоу, Аксу, Арашан, Джетиогус На склонах Кыргызского Аллатоу, Иссыкота, Аламидин и Таласского Аллатоу Источники соленых и очень соленых вод находятся в солегипсоносных пластах Палиогеновых и неогеновых отложений в Алайском, Ферганском, Кетмин-Тюбинском, Чуйском и других артезианских бассейнах В настоящее время для использования термальных источников построены курорты Иссыкота, Джитыогус, Джалабад, Джиргалан Минеральные воды для бутылочного разлива получают Ребята, давайте вспомним с вами, почему воду называют колыбелью жизни Все дело в том, что ученые считают, что именно в воде зародилась жизнь Какое значение имеет вода для человека? Вода – необходимое вещество для развития всех живых организмов на земной поверхности В том числе и человека Без воды нет жизни на земле Нет развития в природе На любом этапе развития человеческого общества Ценность воды не оспаривалась Поверхностные и подземные воды, которые используются Или могут быть использованы для водоснабжения населения В сельском хозяйстве и промышленности Называют водными ресурсами Водные ресурсы – это один из наиболее важных видов ресурсов Без которых невозможно представить существование человеческого общества И которые ничем нельзя заменить На питье и бытовые нужды одному человеку требуется около 300-400 литров воды в сутки А на производство тонны сахара расходуется 5000 литров воды Для выращивания одного килограмма растительной пищи необходимо в среднем 2000 литров воды По водным путям дешевле перевозить пассажиров и грузы Легче проникать в отдаленные районы Энергия рек движет турбины Сейчас, да и в ближайшем будущем Хозяйственное использование водных ресурсов Предполагает опираться в основном лишь на пресноводные источники Это реки, озера и часть подземных вод Оценка водных ресурсов дана в водном кадастре Это систематизированный свод сведений о водных ресурсах страны В нем обобщены материалы гидрогеологических наблюдений и исследований Собраны данные для научных и хозяйственных организаций При оценке водных ресурсов очень важно учесть Как они распределены на территории страны? Как они распределены по сезонам года? Существует два вида использования воды Водопользование – использование воды без изъятия из источника И водопотребление – использование воды с изъятием из источника Кыргызстан богат водными ресурсами Только объем речных вод составляет 53,9 кубических километров в год В то же время воды, которые стекают с наших гор, являются необходимым ресурсом и для соседних республик Насчет обеспеченности водой хозяйств нашей республики можно не беспокоиться По объему воды на душу населения мы занимаем лидирующее положение в регионе Основная проблема в использовании воды – это ее загрязнение Развитие промышленности, расширение сельскохозяйственных земель и увеличение численности населения Приводят ко все большему потреблению воды в мире Эта тенденция наблюдается и в Кыргызстане Естественное качество воды в нашей республике можно расценить как удовлетворительное Но бывает немало случаев, когда отработанные воды предприятий, промышленности и сельского хозяйства Стоки коммунального хозяйства городов и других населенных пунктов Вливаясь обратно в естественные водоемы и водотоки, загрязняют их Истощение водных ресурсов в результате потери их качества представляет большую угрозу Влияние это может быть как непосредственным, например, при строительстве ГЭС в заборе воды рек для орошения Так и косвенным через другие компоненты природы Климат, почву, растительность, деятельность человека становится в настоящее время мощным фактором, влияющих на качество водных ресурсов Например, на качество воды реки Чу оказывает влияние промышленные стоки предприятий и отработанные воды сельскохозяйственных полей От Кеминского района до города Бишкек При обследовании рек Иссыкульской котловины оказалось, что самыми загрязненными реками являются река Тамга и река Каракол На качество воды реки Нарын оказывают влияние сточные воды городов Нарын и Ташкумыр и других населенных пунктов, расположенных на ее берегу В Верганской долине большой загрязненностью отличаются реки Акбура и Кугарт Значительная часть загрязняющих веществ поступает в реки с атмосферными осадками и талыми водами Они несут из атмосферы с полей и улиц городов пыль и частички почвы, ядохимикаты и минеральные удобрения, а также соли и продукты нефтепереработки Из проблем озерных вод самой острой является поддержание вод озера Иссыкуль Чистота Иссыкульской воды является очень важным условием будущего развития нашей республики и выхода ее из нынешнего экономического кризиса Среди самых насущных проблем необходимость довести до сознания местных жителей, что их будущее, будущее их потомства связано с чистотой озерной воды Сонкель и Чатыркель и другие озера Кыргызстана расположены высоко в горах, где меньше возможности загрязнения отходами цивилизации Но все они являются национальным достоянием Поэтому бережное отношение к ним – святая обязанность каждого гражданина республики Воды водохранилищ также нуждаются в защите Строительство водохранилищ – хозяйственная необходимость Но они оказывают и негативное воздействие на окружающую среду Водохранилища изменяют водообмен земной поверхности на данной местности и увеличивают количество воды на ней В результате увеличения объема испарений уменьшается общий сток с данной территории В климатических условиях Кыргызстана потеря воды из водохранилищ особенно значительна Значительные изменения режима наблюдаются в реках и подземных водах Крупные водохранилища, во-первых, покрывают обширные территории, ранее используемые в земледелии Во-вторых, поднимают уровни подземных вод, изымая значительные территории из сельскохозяйственного оборота, приводя их к непригодности Например, под водами Токтагульского водохранилища остались 23 тысячи гектаров пахотных земель и пастбищ Навсегда изъятых из хозяйственного пользования Андижанское водохранилище построено на земле Кыргызстана и покрыло ценнейшие обрабатывающиеся под рис площади Хотя хозяйства нашей республики не пользуются его водой Для очистки и рационального использования водных ресурсов в республике работают около 300 водоочистительных комплексов Ребята, а сейчас давайте сыграем с вами в игру «Третий лишний» Определите, кто из трех лишний Река Кызысу лишняя Лишняя Ортотокольское водохранилище Лишняя река Чонг-Кимин Лишнее озеро Мерсбахера Ребята, вода – один из важнейших видов ресурса Без нее невозможно существование живой природы Вода необходима для жизни как отдельного человека, так и человеческого общества в целом Кыргызстан богат водными ресурсами, но они требуют особого внимания Защиты от загрязнения и бездумного использования Ребята, берегите воду! Желаю вам всего самого наилучшего! До свидания, ребята! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин